Здравствуйте! Сейчас эфир нашего телеканала продолжит брифинг главы Якутии. Узнаем о текущей эпид-обстановке и принимаемых мерах в регионе по борьбе с коронавирусной инфекцией на 15 часов дня 26 апреля. Асен Сергеевич, здравствуйте! А текущая эпидемиологическая ситуация в Якутии? Здравствуйте! Эпидемиологическая ситуация у нас, к сожалению, не улучшается. И, к огромному сожалению, у нас первая жертва – пациентка, которая две недели практически находилась на аппарате искусственной вентиляции, которая имела множество других хронических заболеваний. К сожалению, болезнь оказалась сильнее. Мы выражаем соболезнования всем родным и близким умершим. И, конечно же, мы еще раз призываем, в первую очередь, все ограничения, установленные, соблюдать и максимально бережно относиться к представителям старшего поколения. К сожалению, вот среди тех больных, которые сегодня у нас есть, у нас есть и люди старше 80 лет, старше 70 лет, и случаи заражения именно внутрисемейные. Вот это нас очень тревожит. Состояние двух больных сегодня у нас тоже тяжелое. Один на аппарате искусственной вентиляции легких. Мы, конечно, медики делают все, чтобы спасти их жизни. Но, еще раз говорю, самое лучшее сегодня – это как раз предохранять здоровье наших родных и близких, представителей старшего поколения, для того, чтобы они вообще не заболели. По городу Якутску у нас ситуация остается непростой. За последние сутки плюс семь новых случаев. Из них четыре случая – это медики из офтальмологической больницы. Сейчас устанавливается круг контактов, берутся анализы. Думаем, что в ближайшие дни у нас картина прояснится. Еще раз обращаюсь здесь уже к главным врачам всех наших учреждений здравоохранения о соблюдении всех правил безопасности при работе медицинских учреждений. Ну и, конечно, медики, как те люди, которые находятся на самой передовой, должны максимально, еще раз говорю, и себя предохранять, и исключить всяческие контакты, которые могут привести к заражению новой коронавирусной инфекцией. Кроме этого, как мы уже ранее говорили, у нас есть первый заболевший в Хангалатском улусе. Он сейчас уже находится на лечении. И прибавился еще один случай по Аймеконскому району. Вот все анализы, которые были обработаны, они показали, что пока большого распространения коронавирусной инфекции по Уснере не получило. У нас в общей сложности там сейчас получается двое заболевших, которые уже на изоляции проходят курс лечения. Мы уверены, что оперативный штаб на месте возьмет ситуацию под свой контроль. И еще раз, вот для завершения, я еще раз хочу призывать наших граждан все те требования, которые сейчас выдвигаются по вопросам самоограничения, очень серьезно соблюдать. К сожалению, вот мы сейчас видим, что погода потеплела. У нас и на улицах больше людей появляется, на природу очень много людей едут. Но при этом, конечно же, надо в первую очередь все, еще раз говорю, меры предосторожности, начиная от детей, заканчивая старшими, всем соблюдать. Спасибо. Спасибо большое. Это был брифинг главы Якутии с информацией на 15 часов дня 26 апреля. Оставайтесь на нашем канале.